Здравствуй, я проведу ряд экспериментов со всем транспортом во время взрыва Авроры. Первый эксперимент. Я поместил весь имеющийся транспорт рядом с Авророй и посмотрим, что будет с ним после взрыва. Поехали! Взрыв! На первый взгляд ничего не произошло. Давай разбираться. Существа, у которых количество жизней меньше 500, погибли. Костюм Краб получил повреждение, из него выходят струйки воздуха. Заплываю внутрь. Смотри, из 100 единиц прочности осталось только 26. Ого! Взрыв почти разрушил костюм Краб. А что случилось с Мотыльком? А он оказался невредим. Совсем невероятно. Осталось проверить подводную лодку. Изнутри видно, что шкала жизни циклопа цела. Но... Но давай в этом убедимся. Да, смотри. Целостность корпуса отличная. Теперь давай я отремонтирую костюм Краб и сделаю так. Пристыкую мотылек внутрь циклопа, а костюм Краб помещу на крышу циклопа. Подплыву ближе к поверхности в подводной лодке и шарахну еще раз. Транспорт выглядит целым. На корпусе циклопа нет повреждений. Проверяю костюм Краб. Взрыв отнял 22 единицы прочности. Уже лучше. Давай проверим циклоп. И снова полная полоска прочности. А как поживает пристыкованный мотылек? У него тоже все в порядке. Невероятно. При взрыве Авроры уже два раза костюм Краб получил повреждения, а другой транспорт остался полностью целым. Это значит, что сила взрыва Авроры в разных местах разная. На дне больше, у поверхности меньше. Проверю еще одно место у Авроры. Транспорт будет располагаться тут, до этой большой круглой штуковины. Инициирую взрыв. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Костюм Краб взорвался на месте! Вот это да! Его нет! Гляди, рядом с циклопом падают на дно обломки костюма Краб. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Проверяю целостность корпуса циклопа. Она в полном порядке. А как себя чувствует мотылек? Он тоже цел. Как это можно объяснить? Я не знаю. Такое ощущение, что у циклопа и мотылька бессмертие к взрыву Авроры. А у костюма Краб его нет. Вывод. Мотылек и циклоп имбы. Настал черед проверить, как подействует взрыв Авроры на персонажа внутри транспорта. Первым будет мотылек. Посмотри! Здоровье персонажа не отнялось, а целостность мотылька очень сильно пострадала. Осталось 14 единиц из 100. Видимо, мотылек получает урон от взрыва только с игроком внутри. Следующий костюм Краб. Здоровье персонажа тоже не пострадало, а прочность костюма Краб уменьшилась со 100 до 43 единиц. И последний циклоп. Я припарковал его рядом с этой большой круглой штуковиной. Провожу взрыв. У циклопа отнимается немного прочности и игрок умирает. Корпус цел на 90% и появилась только одна дыра. Вывод? Если транспорт находится рядом со взрывом, то урон получает только костюм Краб, а мотылек и циклоп остаются полностью целыми. Когда игрок находится внутри любого транспорта, то все три транспорта получают повреждения. И только в циклопе игрок умирает. В мотыльке и костюме Краб игрок остается живым. Последний эксперимент. Что будет с транспортом, если он будет находиться внутри Авроры во время взрыва? Я проверил весь транспорт, и он весь остался цел. Как будто бы взрыв не действует на внутреннюю часть Авроры, а только на внешнюю. Вот такие получились эксперименты. Благодарю за внимание. Продолжение следует...